Исходное положение. Ноги на ширине плеч, руки вдоль линии тела. Вы можете так их и оставить. Мое положение рук на передней стенке живота, на груди или на пояснице, это чисто для визуального контроля. Вы можете в принципе делать то же самое на начальном этапе, но потом вам это не понадобится. Я мог на одежду наклеить какие-то метки, чтобы было понятно. Просто относительно кистей рук вы будете видеть, как перемещаются разные части груди и живота. Одна рука находится на передней стенке живота. Локоть четко направлен в сторону, а указательный палец находится на уровне пупка. Напротив, на спину мы располагаем другую кисть. Передняя рука обращена ладонью к животу, а та рука, которая находится сзади, на спине, обращена к пояснице тыльной стороной кисти. При брюшном диафрагмальном дыхании у нас двигается только передняя стенка живота. И вместе с ней вы можете видеть на видео, как перемещается и рука, которая лежит на животе. Та рука, которая находится на пояснице, не двигается. Не двигается и грудная клетка. Мы как бы надуваем живот. Максимально задействованы нижние отделы легких. Вдох мы везде совершаем через нос, мощно и форсировано. Выдох через рот. Тоже не сдерживаемся. Дышим сильно, громко, сочно и вкусно. Мы как бы выпячиваем живот на вдохе вперед, одновременно оттопыривая таз немного назад. А вот на выдохе, когда передняя стенка живота уходит обратно назад, мы немножко подворачиваем таз вперед. Тем самым увеличиваем внутрибрюшное давление. Мы позволяем наиболее полноценно произойти выдоху и выйти в воздуху из нижних отделов легких. Продолжение следует... 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 10-15 дыхательных циклов будет вполне достаточно.